Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. И сегодня у меня в гостях Ирина Алексеевна Ефремова, фельдшер. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Как настроение? Отлично! Как добрались до нас? Прекрасно, без пробок. Это очень хорошо. Ирина, скажите, почему фельдшер? Фельдшер, потому что всегда первая на помощь прихожу, потому и фельдшер. Ну, когда маленькая была, конечно, Машенька сыграла свою роль. Ух, я такая скорая на помощь. Маленькая девчушка всегда со шприцом в руках, в мультиках. Потом как-то это переросло. И в школе, конечно, когда уже была профориентация по узкой специальности, очень меня вовлекла анатомия человека. Рисовала картинки с атласов, срисовывала. И вот так вот она меня вовлекла. И поэтому профессия медицины для меня была предрешена так. Фельдшер. Вообще, моя мечта была быть врачом. Врачом, акушером, гинекологом. Да, маленькая хрупкая акушер-гинеколог, но не поступила. Очень сложно было поступить в институт, но терять это время не надо. Много, многогранная медицина у нас. Пошла фельдшером. И вообще ни капли не жалею, что я оказалась именно в этой профессии. Это сложно. Вся задача лежит на наших хрупких девичьих плечах. Полностью от и до, от пациента попасть к нему и транспортировкой его. Абсолютно вся задача ложится на наши плечи. Это трудно. Очень трудно. Ну, трудно в смысле в плане физическом или в плане моральном? В физическом, безусловно. В моральном года закаляют нас. То есть изначально, я помню свой первый самый вызов, когда я на 15 этаж поднималась в лифте и думала, там была просто обычная беременна девушка с болями в животе. Я ехала, так, спрошу вот это, потом спрошу вот это. Так, нужно серьезно оказаться. Нельзя улыбаться лишний раз. Нужно быть серьезно, сосредоточенной и строгой. Ты одна ехала? Одна в лифте поднималась чемоданчиком. Ну, такая вся очень паниковала. Думала, так, зайду, все будет строго, все четко по плану, все вопросы в голове прокрутила. И оказалось не так-то это все страшно. Ну, в первый раз всегда просто волнительно-то, это понятно. Вот. И было все очень неплохо и безобидно, однако. Принимала роды? Были такие истории. Так, рассказывайте. Ну, забирали мы как-то женщину. Ехать до нее, получается, вызов мы получили. Да, я должен быть до 20 минут. Вот так как это суббота, в ту сторону пробка. Мы там, вил-вил, давай быстрее. Говорю, Николай, это мой водитель. У нас того четвертые роды, воды отошли. Вызывает таксист. Уже все понятно, все, уже как бы все неспокойно. Приезжаем, встречает нас такси с бешеными глазами. Девушка быстрее. Мой чемодан берет меня за руку тащит. Я говорю, успокойтесь, мы хорошие, успокойтесь. Она все уже. Я говорю, ну так хорошо же, что все. Он говорит, быстрее, мы подбегаем, женщина, уже в процессе абсолютном. Это все в такси было? Это все происходит на задних сиденьях, машина-такси, да. И она ездила покупки совершать. Но, наверное, может быть, забыла, что непредполагаемо дата рода стоит примерно от и до этого числа. Ну и вот, собственно, совершила главную покупку своей жизни для своего мужа и семьи. Мы к себе в машину, конечно, ее транспортировали. Смысла двигаться дальше в стационар я не видела, потому что правильная тактика фельдшера заключается в том, что если ты видишь, что женщина уже в родоразрешениях, ты должен принимать роды непосредственно либо в машине в своей скорой помощи, либо дома, да, то есть не транспортировать. Ну, прекрасно приняли роды. Родился мальчик маленький такой вообще, прям такой, ух. А знаете, как назвали? Нет, к сожалению, не знаю, как назвали, но знаю, где живут, это я запомнила место. Поэтому, если там буду, обязательно зайду в гости с тортиком. Где и как вы познакомились со своим мужем? Есть ли у вас дети? Познакомились мы, учась в колледже. Я училась на втором курсе, супруг мой учился на третьем курсе, а старше меня на год. На перемене просто зашел в кабине на анатомии попросить у преподавателя какой-то там учебник. И он мне так понравился, он был в белом на крахмалином халатике, в чепчике на крахмалином, такой весь прям всю-всю-всю. И я такая разглазками туда, разглазками сюда такая, и отвернулась. Вот, потом он узнал у моего однокурсника, где живу, как я добираюсь до учебы, сколько у нас пар, во сколько они кончаются. И проводил меня первый раз, но не вдвоем, там с друзьями. И вот так вот все закрутилось, завертелось. И родилась у нас потом тоже доченька. Как зовут? Ариша зовут. А сколько годик? Три с половиной сейчас ей. Понятно, она еще не решила, кем хочется стать? Принцессой, решила. Принцессой? Да, у нее профессия принцесса. Я говорю, а в чем заключается твоя профессия? Кушать и гулять с ребятами. Вот, прекрасная, по-моему, профессия. Мне тоже очень нравится. Можно я тоже буду принцессой? Спасибо, да, но, наверное, не здесь. Ладно, вы с мужем, муж кем работает? Точно так же фельдшер, скоро получил. Вы не в одной смене? Нет, мы в разных сменах. Изначально были в одной смене, пока не родилась дочка. То есть, это было удобно, прекрасно, сутки работаем, три дня дома, вместе, все хорошо. Но, как появился ребенок, это уже невозможно стало совмещать. Кто-то с ней должен, тем не менее, садика забирать и находиться. Поэтому сейчас у нас разные смены. Он сегодня на сутках. Завтра я ухожу на сутки. Он приходит, отдыхает, после садика и забирает. То есть, мы меняемся. Ну, чтобы кто-то сидел с дочкой? Ну, конечно, конечно. Вот вернемся к тем временам, когда вы с мужем вместе работали на одной скорой. Как с человеком и дома, и на работе не устаете? Нет, не устаем. Наоборот, у него категория, тем не менее, вызовов другая, нежели я. Я девочка хрупкая, маленькая. Конечно, ты не знаешь, что тебя ждет совершенно за порогом двери, когда ты приезжаешь на вызов. Но, тем не менее, он долго работал на кардиологической бригаде. И знания у него намного обширнее и глубже в плане кардиологии. Каждый раз мы дома разговариваем на все интересные случаи, которые были в смене. Обсуждаем, правильно ли, неправильно ли. И мы не устаем, нет. На работе мы больше сосредоточены. И вот мы холодны, грубо говоря, там, да. То есть у нас мы на работе, то есть нету места другим чувствам, эмоциям. Мы все в работе. Долг и все такое. Дома, конечно, это уже другая обстановка. Затешечка чая, кофе, тортик вкусненький вечерами. То есть дома обсуждаете работу? Обсуждаем, конечно, обсуждаем все интересные случаи. Да, обсуждаем. Иногда смеемся друг на другом очень сильно даже. Например, над чем? Ну, над тем, как я, например, люблю со всеми бабушками, особенно девушка, не одинокие. Им нужно, вот им плохо, понятно. У них давление то же самое, да, банально. Они уже много лет с этим давлением живут, но тем не менее, не одиноки. И когда приезжают на вызов фельдшера, особенно я, я со всеми говорю, красота моя, ну солнце моё, все будет хорошо. Я вот так вот люблю с ними разговаривать. Как-то ласково, лапушка их, называю бабушкой. Ей, он все равно смеется, говорит, как маленьким деткам, как будто бы только к ним ездить. Но это же приятно, когда к тебе заходят. Кажется, это очень приятно. Он такой, врачу, сказал, значит, сделал, все, я оказал помощь, я ушел. Тоже им морально им поддержка нужна, тоже, духовно. Это должен их на эмоциональном уровне тоже поддержать. Потому что им это очень приятно, и бабушки прям там чуть ли не последние, не знаю, печенки готовы отдать, дочка, господи, я так как ты ко мне приехала. Ну вот даже ты сейчас рассказываешь, даже мне приятно, и тебе заранее говорю, от всех тех, кому ты приезжаешь. Вот с таким настроением большое спасибо. Были в роду у вас медики? У тебя или у мужа? В моем нет. У меня все связаны больше с художественным промыслом. Вообще даже близко не стояли. У мужа есть тетя, кушер-гинеколог, там еще другая. Ну прям близких нету вот у него. Ну отдаленные такие есть. У меня вообще никого не было и близко даже никогда. Даже на фронте ее мама узнавала, когда вообще никто никогда не касался медицины. Ну вот как-то так получилось, что медицина, наверное, выбрала меня сама. А как считаешь, все-таки дочь захочет продолжать династию медиков? Когда уже перестанет, когда ей надоест быть принцессой? Да, ну, конечно. Может быть, вовлечет ее тоже, это она будет смотреть. Ну нет, не ее, как бы ты сама, ты хотела бы, чтобы она продолжила династию? В медицине, да. Работникам скорой помощи, фельдшерам, честно, не хочу. Это трудно. Девочкам очень трудно работать. Это колоссальный труд, это выносливость. И физическая подготовка, тем не менее, тоже должна быть. И это тоже сказывается очень на нашем здоровье, на нашей красоте. И более что-то спокойное. Не на скорой помощи совсем, но в медицине, если захочет, то, конечно, я не буду против препятствовать совершенно вообще этому. Ну и даже супругам сможете как-то помочь. Уже с опытом будете с таким. Да, да, мы можем, конечно. А есть какие-то, как сказать, ритуалы, традиции, прежде чем быть на смену? Да, есть. Это что такое? Это можно говорить в эфире? А я не смотря что. Не грешить. Хорошо, я надеюсь, все поняли. То есть, если, так скажем, согрешил, да? Все, смена будет ужасная. В смысле, много вызовов. Да. Ного вызовов, и тяжелых, и носилочных. Как муж сделал предложение, помнишь? Помню, конечно. Поехали мы гулять, как всегда, просто ничего не предвещало вообще. У меня даже в мыслях этого и не было именно в этот день. Спокойно, обстановку, поехали гулять в парк Раменского. Получается, когда мы погуляли уже все, съели мороженку вкусную, возвращались назад. И он резко встает на колено, достает красивое колечко. И на заднем плане возникает просто грандиозный салют. Там свадьбы играют тоже. И был просто нереально красивый вообще салют. И я думала, что это для меня специально все. Я там, ну как, конечно, как все девочки, сентиментальные. И расплакалась, конечно, сказала, да. Кто мимо проходил, аплодировали. Но потом оказалось, что это просто совпадение салюта. Но я все равно не расстраивалась. И я очень рада, что у меня такой прекрасный и внимательный муж. Но будем считать, что салют был тебе. Конечно, конечно, мне. У меня в гостях Ирина Ефремова, фельдшер. Это программа «Открытый диалог». Скоро увидимся. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. В гостях сегодня у меня Ирина Ефремова, фельдшер. Ирина, еще раз здравствуй. Расскажи, что сложного в работе фельдшера? Сложного, наверное, все-таки диагностика на ранних этапах. Когда мы приезжаем к пациенту, нужно быстро и четко диагностировать совокупность всех симптомов, жалоб, которые он предъявляет. Поставить общий клинический диагноз и заставить правильное лечебное учреждение. Сложенное тем, что мы ограничены во времени нахождения на вызове. То есть у нас четко регламент, в который мы должны уложиться. Вот это, конечно, сложно, потому что многие пациенты могут не обращать должного внимания на какие-то симптомы, очень важные для нас. Они думают, что головная боль, головная боль, она у всех есть. А именно какая она, и когда она возникла, и какой интенсивности. Они не обращают на это внимания, и это очень мешает диагностировать. Вот правильный диагноз поставить быстро. Как много вызовов было в пандемию по ковиду, и как много вызовов сейчас? В пандемии общее число на... Примерно хотя бы. Ну, примерно, скажу, я помню эти цифры, как в страшном сне. Поэтому общее число вызовов на смену приходилось где-то около 400. То есть мы 400 вызовов за сутки делали на весь Люберецкий округ. Где-то две трети из них, когда мы лоб в лоб столкнулись с пандемией, были именно коронавирусная инфекция и пневмония. Очень было... Мы не готовы были, конечно, к такому большому масштабному быстрому развитию этой пандемии. Стационары тоже не были готовы к этому. И транспортировка, то есть госпитализация пациентов осуществлялась в города Московской области, Нарафа-Минск, Подольск, Серпухов. Ну, вот такие дальние города от Люберец. Поэтому ожидание пациентов было очень долгое. 400 вызовов? Серьезно. Да, правда, делали 400 вызовов. Делали... Задержки были в связи с дальними госпитализациями. И у нас очень сотрудники, несмотря на все эти защиты, сизы, маски, перчатки, костюмы все эти, все равно заболеваемость у нас была колоссальная. Также наших сотрудников, мы же обычно люди тоже, медиков. И очень много было на больничных, на больничном месте много было сотрудников. И вот какими-то силами своими там, как говорится, тремя коллегами мы вот вытаскивали вот это вот все. Задержки были больше 12 часов от момента принятия вызова. К сожалению, так было, серьезно. Из-за того, что не успевали. Из-за того, что мы разъезжались просто госпитализации, были дальние, и поэтому долго очень люди ждали. Диспетчера по максимуму старались как-то, как вам объяснить, диспетчера старались консультировать по телефону, то есть по возможности расспрашивать жалобы досконально, когда что, кашель какой, головная боль какая, температура сколько. И как-то помочь населению самостоятельно сейчас, на данный момент, немножко справиться с этими симптомами, пока они ожидают скорую помощь. Возможно, куда-то самим быстрее будут обратиться, если позволяет состояние, да, там есть транспорт свой, говорили, в каких больницах сейчас могут принять, приемный покой, где работают, где что, как вообще. Но было очень трудно, очень трудно, с ног валились просто, мы, я до дома доезжала, чуть ли просто не в слезах от усталости. Вот утром, когда сдаешь ящик, и ты сдаешь его с таким чувством счастья, что ты уходишь домой. Извини, что за ящик? Ну, укладку нашу медицинскую. А, ну я же терминологии-то не особо. Ты уходишь медицинскую укладку, и с таким счастьем уходишь домой, что эта смена наконец-то кончилась. И тогда мы работали не сутки-трое, а сутки-через сутки, потому что народу не было. И просто как выжатый лимон, ты не понимал, отдыхал ли ты вообще дом, уходил ли ты вообще домой, или ты здесь просто постоянно на работе. А как сейчас вызовы по ковиду есть? И сколько по сравнению с тем? Ну, с пандемией, конечно, сначала не сравнить. Есть, тем не менее, коронавирусная инфекция у нас еще остается с нами. И пневмония, и коронавирусная инфекция остается, но колоссально меньше, намного меньше. Но опять же, она отложила отпечаток на здоровье абсолютно всех, кто переболел, да, перенес инфекцию эту. Она, гипертоническая болезнь выросла, в статистике очень выросла, инфаркты, инсульты, сахарный диабет, впервые возникшие, да, то есть очень на все органы системы дало осложнение эта пандемия. Поэтому, тем не менее, вызовов меньше не стало, просто они немножко перепрофилируются уже. А вы переболели с супругом? Я, да, сразу почти, в легкой форме, 3 дня 38,5, и все, на этом все закончилось. Супруг до сих пор не болел, у него нет антител, но не знаю, как так пока. Ну, слава богу, что пусть так и будет. Хотя многие говорят, что лучше переболеть, но не знаю. А дети подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией? Подвержены, но тем не менее меньше, чем взрослые. Во-первых, у них есть наличие свежих прививок, тем же самым БЦЖ, МАНТУ, поэтому АКДС, полимелит, если это есть все по графику, то, тем не менее, они меньше подвержены. Но входной диагноз всегда у детишек ОРВИ, будь педиатр, придет мы, всегда ставим острый респираторный вирус, инфекция, потому что все клинические симптомы схожи с банальным обычным ОРВИ. Но берется мазок и диагностируется дальше в том случае, если у ребенка был контакт с подтвержденным человеком, у которого выявлена коронавирусная инфекция. В том случае их диагностируют, но, как правило, вот сколько мы работаем, очень-очень мало детей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Антитела. У них, вот если брать анализ на количество антител, очень многие детки уже с достаточно хорошим выработанным иммунитетом и антителами, потому что они ходят регулярно в сад. Тамма, фона, бактерии, всех вирусов, они адаптируются к нему, тем не менее, не каждый раз встречаются с вирусами в группах, в детских садах, на утренниках и так далее. Поэтому их иммунитету легче выработать антитела без каких-либо осложнений в виде пневмонии и осложнений в другие органы и системы. Поэтому они легче переносят и, как правило, очень редко появляются у них. Бывало такое, что ты приходишь на смену, понимаешь, что тебе сутки работать, и вот они пролетали у тебя очень легко, вызовав минимум? Конечно, было. Какие-то легкие смены есть вообще? Бывают. Но сейчас, конечно, пока еще все так же остается на том же уровне. То есть мы делаем в количестве на бригаду, за сутки мы делаем от 18 до 20 вызовов. Это всегда в любом случае. Но это не 400. Нет, 400 это было на смену. То есть не бригада одна делает, а смена в общем. Тогда мы делали 28. Я вот за сутки делал 28 вызовов. Это очень много. Это просто на износ. Сейчас 15-20 вот так где-то на бригаду приходится вызовов. Поэтому по сложности ты не знаешь, что тебя ждет за дверью. А не бывает такого, что вышла на смену один вызов и все. Это было лет... Когда я пришла, это было лет 6 назад, когда я пришла, было, чтобы ночью мы сделали 10 вызовов с 11 вечера до утра. Это было просто что-то нереальное. Как так, это столько много. Тогда мы делали один-два вызовы. Тот и были наши любимые бабулечки, красотулечки наши, которых давленица мучает. Вот сейчас нет. Сейчас мы так же, как и днем, столько же делаем ночью. Кушаем мы на заправках. Понятно. Небольшой блиц-опрос. Поучаствуешь? Конечно. Вопросы будут простые. Как на них отвечать, решать только тебе. Над какой целью работаешь сейчас? Цель? У меня свой маленький проект есть. Рассказывай. Ну, очень, так как у моего ребенка очень проблемная кожа, атопический дерматит, то есть аллергическая очень такая кожа, я работаю над изготовлением домашней и ручной косметики. Да. Серьезно? Да, различные. Вот детки очень любят феерично принимать в ванной у нас пены, да побольше, до потолка и бомбочки для ванны, может быть, вы слышали, запускать. Вот. В основном они все токсичные, очень красят кожу, очень. А я работаю над тем, чтобы этого не было. Вот. Различные домашние, в общем, косметика, ручной работы. Скоро я буду открывать, попробую. Очень хочу, это моя мечта, просто открыть небольшой маленький интернет-магазин. Прямо я к нему иду большими шагами. Когда добьешься вот успеха в этой формуле, чтобы не вызывало аллергию, обязательно нам напиши, мы тебя еще раз позовем на программу, расскажешь. Так, дальше продолжаем Блиц-опрос. Слушаешь чаще голос сердца или голос разума? Наверное, сердца. А как выглядит отпуск твоей мечты? Ох, отпуск моей мечты у бабушки в деревне. А деревня далеко? В Курской области. А вообще давно отпуск был последний раз? В связи с пандемией, да, давно. Полноценной, да. Без чего не можешь обойтись ни дня? Без чашки кофе. Понятно, один вопрос сразу же вычеркиваю. А чем больше всего гордишься в жизни? Ребенком, конечно же. Праздник проводить дома или в ресторане? Дома. Успех от везения или работа над собой? Работа над собой больше. Возникало ли желание начать все сначала, с чистого листа? Нет, иначе бы я не добилась того, чего сейчас имею. Если бы ты не стала фельдшером, кем бы ты могла быть? Фельдшером. Уже я даже не могу представить себя кем-то другим. Потому что полностью душа и сердце в этой профессии давно. Даже не знаю. Никем. Просто человек большой душой и сердцем. Что пожелаешь нашим зрителям, всем своим пациентам? Может быть, к которым приедешь или к которым приезжала? Пожелаю, конечно же, здоровья им и всем их близким. И, пожалуйста, своевременно обращайтесь в медицинские учреждения для диагностики и обследования. Вас не тяните, не затягивайте. Нам потом намного сложнее оказать быструю и правильную вам помощь. Спасибо большое за интересную беседу. В гостях была Ирина Ефремова, фельдшер. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова